Добро пожаловать на Домашнюю группу. Я Рик Реннер. Как я рад, что вы здесь, со мной. И здесь сегодня Максим и Павел. И я буквально недавно, вот только что посмотрел на данные. Очень интересно. В Европе количество зрителей за последние 30 дней выросло значительно. Зрители наших программ имеются. И кто эти люди? Это те, кто уехали из Украины. Они переехали в Украину. Но они по-прежнему нас смотрят. И я хочу вам сказать спасибо. Где бы вы ни находились. В Украине ли? В России ли? В Европе ли? Или в Америке? В Южной Америке? Вы часть нашей семьи. И мы хотим вас обнять. Какая привилегия. Какая привилегия нам приходить к вам для того, чтобы общаться с вами. И хочу вам рассказать о последних событиях. Мы сейчас распространяем большое количество гуманитарной помощи. И, конечно, вот эти вещи это просто образцы того, что мы даем людям. и вместе с едой, вместе с продукцией, то, что люди используют для личной гигиены. Мы также даем Библии, книги о покаянии, 90-й Псалом. Мы возлагаем руки на людей, проповедуем людям. И мы им говорим, сообщаем, как можно быть вместе с нами, чтобы учить их Библии. Потому что на нас возложена ответственность. Мы должны помогать людям, у которых проблемы. И сейчас у многих людей сложности, они страдают. И мы можем отправить кому-то одеяло, чтобы они могли завернуть своего ребенка в это одеяло и согреть его. Можем отправить коробку еды. В некоторые места мы поставляем горячие обеды. Мы делаем очень много. И я просто сам шокировал. Мы на самом деле оказываем большую помощь. Потому что это наша обязанность. Иногда люди говорят, брат Рик, что вы будете делать в связи с тем, что происходит? Я буду делать все, что могу. Я могу молиться, проповедовать и помогать людям. Вот что я могу делать. И мы это и делаем. Павел, расскажи. Здравствуйте, друзья. Как хорошо, что мы можем быть вместе на домашней группе. Домашняя группа – это прекрасное место для общения. И, конечно, сегодня мы будем обсуждать воскресную проповедь. Но я хочу вам рассказать о том, что мы уже из Москвы отправили три миссионерские команды. И на этой неделе мы отправим и еще две миссионерские команды с едой и продуктами первой необходимости для людей, которые сегодня нуждаются в помощи. Иисус был движим состраданием. И мы тоже должны быть движимы состраданием для того, чтобы помочь людям. И я благодарен Господу и вам за то, что сегодня мы можем быть частью ответа. И, конечно, мы помогаем людям везде, где бы они ни были, мы должны участвовать в жизни людей для того, чтобы помочь им. Молитесь, пожалуйста, за нашу миссионерскую команду, которая буквально сегодня уехала, и еще одна миссионерская команда, которая в середине недели уедет. И на этом мы еще не закончим. Мы продолжим помогать, сколько, столько, сколько это понадобится. И люди сегодня открыты для того, чтобы принимать помощь. И Евангелие. Я верю в пробуждение, я ожидаю восхищения Церкви и молюсь сегодня о единстве Церкви. Молитесь, пожалуйста, вместе со мной о единстве Церкви, чтобы мы с вами смотрели на Христа, и именно наша любовь к Христу и стремление к Нему, это то, что нас объединяет. Все остальное второстепенное, все второстепенное уходит. Мы с вами стремимся ко Христу. И сегодня мы будем смотреть написанное во втором Фессалоникийце. Мы изучаем Библию, потому что таково наше призвание. И нам сказано проповедовать Слово вовремя и не вовремя. Неважно, что происходит. Библия говорит правильные вещи. И я сейчас учу о последнем времени. И сегодня я вас приглашаю открыть второе Фессалоникийце. И мы начнем с третьего стиха. Апостол Павел пишет о Вознесении Церкви. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот, речь о Дне Вознесении, не придет, доколе не придет прежде отступление. И не откроется человек греха, сын погибели. И Библия говорит, что в конце времен будет отступление. Греческое слово апостасия. Апа означает прочь. Стасия означает находиться. Или стоять. То есть ты в стороне от того, во что ты раньше верил. Ты отходишь от того, во что ты раньше верил. Ты уже ушел из тех вещей, в которые ты верил. И вот что интересно. Это слово использовалось конкретно для описания такого бунтарского отношения. И Павел пророчествовал, что во всем мире, в обществе, в самом конце времен будут перемены. Люди будут отходить от прежних верований и будут принимать нечто новое. Они будут оставлять науку и будут верить в странные вещи. Они будут избавляться от Божьего Слова и будут стараться создать свой новый мир. И мы сегодня видим это. Просто удивительно, Павел. Люди такие либерально настроены. Они говорят, что они прогрессивные мыслители. Но они не хотят, чтобы их сдерживало Божье Слово. Поэтому они пропагандируют образ жизни или стиль жизни геев. трансгендеры. Но что уж может быть хуже? Они избавляются от всего хорошего, что было раньше. И они говорят, что мы, мы те, кто живут по Слову Божьему, мы уже устаревшие, такие примитивные, но они создадут новый мир. Вот об этом Павел и пишет. И Павел ясно пишет, что в конце этого периода бунтарства явится человек греха. Речь об Антихристе. И Библия называет его сыном погибели. Человек греха откроется. Это будет подобно тому, как кто-то стоит на сцене за занавесом. И вдруг занавес начинает открываться. И этот человек выходит на аванс сцену. И некоторые люди спрашивают, Брат Рик, вы как думаете, уже родился Антихрист? Скорее всего, да. Но не тратьте свое время зря, пытаясь выяснить, кто это. Потому что он не откроется до правильного момента. Поэтому наши гадания, догадки, кто Антихрист, не помогут. Когда я рос, некоторые думали, что это Анвар Сада. Потом он называли Генри Киссенчан Антихристом. Были уверены, что он Антихрист. Потом верующие на Западе стали считать Михаила Сергеевича Горбачева. Ставленникам Сутана и говорили, у него даже отметина на голове. И все были неправы. Не тратьте свое время зря, пытаясь догадаться. Потому что не откроется, пока Церковь на земле, пока Церковь не забрана с земли, Антихрист не будет явлен. Чудесно же. И далее в этом тексте. Шестой стих. И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Этот стих сообщает, что есть на земле некая сила, которая сдерживает явление Антихриста. Этот стих говорит, что он в свое время откроется. А что это будет за время? Давайте читать дальше. Седьмой стих. Ибо тайна беззакония. И Павел, знаешь, некоторые люди любят все вот эти тайные вещи. Конечно, любят. Если можно о чем-то поболчать, если это тайна, то об этом нужно обязательно говорить. Но вот здесь настоящая тайна. Тайна беззакония. Действует уже тысячи лет. Чтобы мир стал беззаконным. Чтобы принять человека греха. И Библия говорит, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь. Вообще какие-то необычные слова. не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий. Есть некая сдерживающая сила. И эта сдерживающая сила продолжит сдерживать, пока не будет эта сила забрана от среды. речь же о нас. О церкви. Мы Божьи, сдерживающие сила. Мы, если угодно, ингибиторы. Хочу спросить у вас, если бы не было церкви, не было Библии, не было проповеди, в каком бы мире мы жили? Мир был бы совсем другим. И именно благодаря тому, что мы знаем Божье Слово, именно благодаря тому, что мы строим свою жизнь на основании Божьего Слова, да хотя бы просто десять заповедей. Мир был бы, как апостол Павел говорит, в беззаконии. Беззаконие – это значит вне Божьего закона. Это не значит, что вокруг старит анархия. Беззаконие – это значит без Божьего закона или вне Божьего закона. И сегодня мы, как церковь, как епископник говорит, сдерживающие силы, то есть мы влияем на окружение вокруг. Друзья, вы соль и свет в этом мире. Влияйте, влияйте, влияйте. Зло пытается наполнить все. Но, как ты сказал, мы соль, мы свет, и мы верующие повсюду. Мы являемся учениками, учениками, системе образования, системе развлечений, органах управления во всех городах. Повсюду есть христиане, есть верующие. И мы христиане, мы не понимаем, насколько мы сильны. Даже когда мы неправильно поступаем, мы сильны. Потому что Бог в нас и Божье присутствие в нас и есть общее Божье присутствие во всей церкви. и сила церкви, Божья сила через церковь сдерживает силы зла. И в этом стихе написано, что продолжим сдерживать, пока мы не взяты. В греческом написано, пока не взят от среды. В греческом интересно читать. Речь о нас. Мы в каждой среде, мы проникли в каждую среду, повсюду, повсеместно мы. И достанет момент, когда прозвучит звук трубы, глаз архангела раздастся. Иисус скажет, поднимайся. И мы будем взяты в сретение Господу на небесах. Мы об этом будем говорить в следующем спрессии. И на следующей домашней группе. Очень радостно идти. И знаешь, Павел, мне недавно сказали, что правда верите в Вознесение? Я говорю, конечно, верю. Мне говорят, это фантазия. Но много Вознесений уже было. Во второй главе книги Ботеки. Инох ходил с Богом. И так и не увидел смерти. Бог просто взял его. Илия не увидел физической смерти. Бог взял его. И Иисус поднялся в небеса. Много было Вознесений. И в будущем будет Вознесение Церкви. А по окончании периода Великой Скорби Библия ясно говорит, будут два пророка, которых убьют. И они будут три дня лежать на улице. На третий день воскрес. И весь мир увидит, как они будут вознесены на небо. То есть Вознесение не является чем-то странным. Сама идея не нова. Есть прецеденты в Писании. Есть уже примеры. И когда Церковь забрана и эвакуирована, говорит, что в 8 стихе написано. И тогда, в тот самый момент синхронно откроется беззаконник. Тогда Антихрист выйдет вперед. А почему важно понимать это? Потому что, когда знаешь Библию, тогда у тебя мир. Например, хочу привести пример. Во время пандемии некоторые верующие говорили, вакцина — это число зверя. Я им говорил. Нет, вакцина от ковида не число зверя. Может быть, это какой-то прототип, но число зверя будет внедряться только во время правления Антихриста. Если понимать Библию, Антихрист не явится до тех пор, пока Церковь на земле. Только после Вознесения Церкви явится Антихрист. То есть число зверя не будет внедрено в общество до того, как будет вознесена Церковь. Итак, вакцина — это не число зверя. Возможно, прототип. Потому что каждый все-таки должен себе что-то сделать. Но это не число зверя. И когда смотришь на то, что в интернете, много разных безумных вещей. Обязательно будьте осторожны с тем, что вы слушаете. В пятой главе первого фессалоникийцам Павел написал «Знайте тех, кто служит среди вас». Вы должны знать, кого вы слушаете. Вы должны быть уверены, что учение, которое вы принимаете, ему можно доверять. И поэтому я учу на эту тему. Я хочу, чтобы у людей было надежное учение, на котором они могут стоять. В первой фессалоникийцам, пятая глава, мы читаем «Духа не угощайте, пророчество не уничижайте, все испытывайте хорошего, держитесь». Смотрите, здесь апостол Павел не говорит нам о том, что мы игнорировали пророчество. Он говорит о том, что мы изучали пророчество. «Все, все испытывайте хорошего, держитесь». Поэтому мы с вами должны быть осторожными, и нам нужно анализировать то, что мы пускаем в свое сердце, на что мы строим свою жизнь. Я так благодарен Богу, что Он нам дал Слово Божие, и Писание четко и ясно нам говорит, как все будет. Это дает нам мир для того, чтобы мы могли следовать за Ним, потому что Дух Святой предупреждает нас о будущем, чтобы мы имели мир, чтобы мы могли служить Ему. В это воскресение, Пископ Рик. Вы сказали что-то очень интересное. Что это было? Я никогда раньше это не слышал. Что? Вы говорили о восхищении Церкви и о единстве Церкви, и о том, что Бог хочет быть един со своей телой. И однажды Он вознесет Церковь, чтобы мы были в единстве с Ним. Одно тело. Одно тело. Единство с нашим Господом, или с нашей головой. Я никогда не слышал раньше этой идеи именно о том, что восхищение – это воссоединение Церковь с Богом. Это было для меня что-то новое. О, спасибо, Павел. Да. Максим? Я согласен со всем, что вы говорите. О, Максим! Это было очень просто. Друзья, если вы находитесь на домашней группе, и, ну, например, у вас нечего добавить, вы можете, как Максим, сказать, друзья, я с вами полностью согласен. За все, что вы говорите. Четвертая глава 1-го Фессалоникийца. И мы в следующий воскресенье, понедельник, на домашней группе будем подробно это разбирать. Если кто-то говорит, что не верит в Вознесение, они не знают Библии. Смотрите, что Павел говорит. 1-е Фессалоникийца 4-15. Ибо сие говорим вам Словом Господа, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших. Вот. Потому что сам Господь при возвещении... У нас порядок немножко другой. У нас сначала возвещение, глаз Архангела, труба, а потом сойдет. Что это значит? Мы будем разбирать в следующий раз. Будет глаз. Что за глаз? Глаз Архангела. Какого Архангела? Мы знаем. Мы знаем, какой Архангел. И трубе Божьей. Что это за труба? Мертвые во Христе воскреснут прежде. 17-й стих. Потом мы, оставшиеся в живых. О чем здесь речь? Павел, ты будешь шокирован. Когда я изучал это в греческом, я-то думал совсем по-другому. Мы, которые живы, и еще в живых, что с нами произойдет? Мы будем взяты, восхищены. И слово восхищены. И слово восхищены то же, то самое слово, которое использовано в книге Деяний для описания Филиппа Благовестника, который проповедовал тому самому Евнаху Ефиоплянину. И после того, как он закончил проповедовать, что? Что произошло? Дух взял его. Да, он был перенесен. Он просто исчез. Просто исчез. И появился в другом месте. То же самое слово здесь используют. И это означает, что мы просто исчезнем. И мы окажемся где-то еще. Где мы окажемся? Вот здесь написано. На облаках в сретене Господу. В сретене Господу в навозник. Как это, в сретене Господу? Вы будете шокированы. Я не знал, что это значит. Я уже давно изучаю Библию. И когда я все это изучал, я был шокирован тем, что я узнал. Теперь, пожалуйста, 1 Коринфянам, 15 глава. Мы в следующий раз будем это разбирать. 1 Коринфянам, 15 глава. 51 стих. Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся. Павел. То есть не каждый умрет, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока. В греческом написано атом. Слово атом. То есть вот размер атома настолько моментальный. В мгновение ока. На самом деле в оригинале написано, как вот глаз дергается и так далее. Когда у меня глаз дергается, и я могу сказать, вы заметили меня дергается в глазах? Вы скажете, нет. Потому что он так быстро дергается. Просто, ну там, мельчайшая доля секунды. При последней трубе. Вот снова речь о трубе. Ибо вострубит и мертвый воскреснут нетленными. А мы изменимся. Итак, есть два важных текста. Четвертая глава 1 Фессалоникийцам. Пятнадцатая глава 1 Коринфянам. Еще вторая глава 2 Фессалоникийцам. Три важных текста, которых Павел ясно учит, что вознесение церкви произойдет. Оно будет. Но не может быть вознесения церкви, пока не наступит вот этот мир, вот этот период восстания против Бога, отступничества. Я хочу спросить. Как вы думаете, уже наступает это время? Павел, как ты думаешь? Я думаю, что время сжимается, и события происходят все быстрее и быстрее. Я думаю, что большая часть событий, которые описаны в Матвее 24 глава, мы уже видим и начинаем понимать их по-другому, чем понимали их люди до нас. Поэтому я думаю, что достаточно есть доказательства тому, что мы живем, но если не на пороге, то прямо вот как бы у порога самого последнего мгновения эпохи человечества, в котором сегодня мы живем. Я думаю, что это может случиться сегодня, это может случиться завтра, любой момент. Но мы должны жить с ожиданием восхищения церкви. И мы должны сейчас максимально качественно использовать свою жизнь, свое время, чтобы помогать людям проповедовать Евангелие, чтобы помогать нуждающимся. И мы сейчас помогаем многим людям, потому что многие потеряли свое жилье. В наших сердцах должна быть забота о тех, кто потерял жилье. И если бы я потерял дом, потерял все, что у меня есть, и мне кто-то бы дал какую-то помощь, я бы этого никогда не забыл. Потому что это значимо в такие моменты. Поэтому сейчас наше служение раздает гуманитарную помощь людям, которые нуждаются. И мы вкладываем Библию, книги о спасении, 90-й Псалом. Мы проповедуем людям, возлагаем на них руки. Мы даем вот такие одеялы, чтобы они могли детей согревать. И мы приглашаем их становиться членами нашей онлайн-церкви «Благая Вести». Мы хотим и помогать им материально, и также ободрять их, и учить их Библии. И когда вы становитесь нашим партнером, и жертвуете, то вы принимаете участие в этом турнире. Мы все это делаем вместе с вами. Я вам хочу сказать спасибо за это. Во-первых, спасибо за то, что вы смотрите программу. За то, что позволяете нам приходить к вам в гости. Спасибо за то, что молитесь за нас. И спасибо за то, что вы партнеры. И вы помогаете нам доносить Божье Слово. И распространять помощь. И все это мы приносим в жизнь людей, которые нуждаются. Мы хотим за вас помолиться. Павел, пожалуйста, помолись. Господь, я благодарю Тебя за наше общение. И прошу Тебя, Бог, о том, чтобы Ты дал тем людям, которые сегодня к нам присоединились, благодать, которая им нужна для того, чтобы принимать решения, о котором сейчас они думают и размышляют. Прошу Тебя, Господи, о том, что Ты дал мир в их сердцах. Благодарю Тебя, Господи, за то, что мы, как церковь, будем восхищены, и мы встретимся с Тобой. Дай, Господь, нам эту надежду, которая нам нужна, и помоги нам, Господь, делиться этой надеждой с другими людьми во имя Иисуса. И все вместе сказали Аминь. Аминь. Скоро увидимся на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok